Морфологический разбор глагола И научиться его выполнять Для начала с вами повторим, что такое глагол Глагол – это часть речи, которая отвечает на вопрос Что делать, что сделать, что буду делать и подобные А также обозначает действие предмета Как изменяются глаголы по временам? Глаголы изменяются по временам Глаголы могут быть в прошедшем времени Когда действие происходило до момента речи Или завершилось к моменту речи Настоящего времени Когда действие происходит в момент речи И глаголы будущего времени Когда действие будет происходить после момента речи Как изменяются глаголы настоящего и будущего времени? Глаголы настоящего и будущего времени Спрягаются, а значит изменяются по лицам и числам Какие орфограммы изучили для правописания глаголов настоящего и будущего времени? Для правописания глаголов настоящего и будущего времени мы изучили с вами правописание безударных личных окончаний глаголов, а также тся-тся возвратных глаголов Как изменяются глаголы прошедшего времени? Глаголы прошедшего времени изменяются по числам, а в единственном числе и по родам. Какие орфограммы изучили для правописания глаголов прошедшего времени? Для правописания глаголов прошедшего времени мы выучили родовые окончания, а также написание суффикса перед «л». Предлагаю вам потренироваться. Прочитаем предложение и определим, в каком времени употреблены глаголы. В тундре летом семь погод на день. Сеет, веет, дует, студит, мочит, греет, сушит. Что делает? Сеет. Что делает? Веет. Что делает? Дует. Что делает? Студит. Что делает? Мочит. Что делает? Греет. И что делает? Сушит. Делаем вывод. Все глаголы настоящего времени. Какая орфограмма встречается в этих глаголах? Как ее проверить? Нам встречается орфограмма «безударные личные окончания глаголов». Как же ее проверить? Для того, чтобы проверить безударные личные окончания глаголов, необходимо глагол поставить в начальную форму. Запишите предложение, правильно вставляя гласные в окончание, рядом укажите спряжение. Проверьте, правильно ли вы выполнили задание. В качестве самостоятельной работы я предлагаю вам выполнить упражнение 248. Я прочитаю, а вы подумайте, как правильно написать слова. Будьте внимательны. В тексте много разных орфограмм. Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Спешите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните глагол, близкий по значению глаголу «сверкать» и имеющий следующие признаки. В настоящее время первое спряжение, третье лицо, единственное число. Проверьте, верно ли вы выполнили задание. Итак, перейдем к морфологическому разбору слова. Что же это такое? Морфологический разбор – это характеристика слова как части речи с учетом особенностей его использования. При морфологическом разборе глагола указывают все его постоянные и непостоянные грамматические категории. Выполним морфологический разбор слова «устало». Запомните, морфологический разбор выполняется в строгой последовательности. Первое. Сначала необходимо определить, к какой части речи относится слово. Для этого нужно подумать, что оно обозначает. Например, слово «устало» обозначает действие. Что сделало? «Устало». Делаем вывод. Перед нами глагол. Второе. Необходимо указать начальную форму глагола. Ею является неопределенная форма глагола. Глаголы в начальной форме, неопределенной форме, отвечают на вопрос «что делать?», «что сделать?». Что сделать? «Устать». Третий шаг. Далее указываем постоянные, то есть неизменные признаки глагола. К ним относятся спряжение глагола. Если глагол с ударным окончанием определяем по окончаниям, а если с безударным, то определяем по неопределенной форме глагола. «Устать» перед «ть» – суффикс «а». Делаем вывод. Глагол относится к первому спряжению. Указываем непостоянные, то есть изменяемые признаки глагола. К непостоянным признакам глагола относятся время. Для глаголов в настоящем или будущем времени число и лицо. Для глаголов в прошедшем времени – род и число. Глаголы изменяются по временам. Бывают настоящего, прошедшего и будущего времени. Глаголы изменяются по числам. Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам. У глаголов прошедшего времени единственного числа можно определить род. У глаголов прошедшего времени множественного числа род не определяется. Пятое. Необходимо указать синтаксическую роль глагола в предложении. Обычно глагол выступает в роли сказуемого. Выполним морфологический разбор слова «льются». Для начала определим часть речи. Что делает «льются»? Делаем вывод, перед нами глагол. Определяем начальную форму. Что делать? «Литься». Глагол относится к первому спряжению настоящего времени третьего лица множественного числа. Предложение выступает в роли сказуемого. Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях. Выполним морфологический разбор слова «лопнули». Определяем часть речи. Что сделали? «Лопнули». Перед нами глагол. Определяем начальную форму. Что сделать? «Лопнуть». Глагол относится к первому спряжению прошедшего времени множественного числа. Предложение выступает в роли сказуемого. В ходе урока мы с вами повторили основные правила по теме глагол. Учились выполнять морфологический разбор глагола по плану. Первое. Определяем часть речи. Второе. Определяем начальную форму глагола. Третье. Определяем спряжение. Четвертое. Определяем время. Лицо и число для глагола в настоящем или будущем времени. Число и, если возможно, род в прошедшем времени. Пятое. Определяем роль в предложении. Для закрепления данного материала предлагаю выполнить домашнее задание. В учебнике 250-е упражнение. Чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили тему глагол, вы можете проверить себя, выполнив задание из учебника на странице 120. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята. Тема нашего урока «Порядок выполнения действий в выражениях». Мы должны четко знать правила выполнения порядка действий в выражениях. Осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях. Рассмотрим два одинаковых выражения. 7 минус 3 плюс 2. Договоримся. В первом случае вычитание выполняем первым. Во втором сложение выполняем во вторую очередь. Во втором выражении вычитание выполняем первым. Вычитание выполняем вторым. Сложение выполняем первым. 7 минус 3 будет 4. Плюс 2 будет 6. Во втором выражении мы договорились. Сложение выполняем первым. 3 плюс 2 – 5. 7 минус 5 будет 2. Мы получили в одном и том же выражении два разных значения. Значит, делаем вывод. В данном выражении порядок действий менять нельзя, так как получаются разные значения выражений. Аналогично нельзя менять порядок действий в выражениях, где есть только умножение и деление. Значения их будут также разными. Делаем вывод. Порядок действий в выражениях без скобок. Если в числовом выражении требуется выполнить только действия сложения и вычитания, или только действия умножения и деления, то их выполняют по порядку слева направо. Рассмотрим примеры. 10 плюс 15 минус 6 минус 8. Здесь только действия сложения и вычитания. Выполняем их в том порядке, в котором они написаны. То есть первым – сложение, вторым – действие вычитания, третьим – действие вычитания. В выражении 15 разделить на 5 и умножить на 4 разделить на 6 присутствует только умножение и деление. Порядок действий выполняем в той очередности, слева направо, в которой они записаны в выражении. То есть первое – деление, второе – умножение, третье – действие деления. Запоминаем правило. В выражениях без скобок сначала выполняются по порядку слева направо умножение или деление, а потом сложение и вычитание, так как умножение и деление – это действие первой ступени, а сложение и вычитание – это действие второй ступени. Рассмотрим это на примере. Мы имеем выражение 6 разделить на 2 плюс 7 умноженное на 5. Прочитаем это выражение другим способом. К частному чисел 6 и 2 прибавить произведение чисел 7 и 5. Мы сказали, что вначале слева направо выполняются действия умножения и деления, то есть действия первой ступени. Затем слева направо выполняются действия второй ступени, то есть сложение или вычитание. Следуя этому правилу, вы видите в выражении порядок действий. Первым выполняем деление, вторым выполняем умножение и затем складываем частное и произведение. Данная стрелочка указывает на то, что последнее значение выражения нужно записать в первое данное выражение, то есть записать в выражении ответ. Рассмотрим следующее правило. Рассмотрим, как будем выполнять порядок в выражениях со скобками. В выражениях со скобками сначала вычисляют значение выражений в скобках, затем по порядку слева направо выполняют умножение или деление, то есть действие первой ступени, затем сложение или вычитание, то есть действие второй ступени. Рассмотрим выражение, в котором есть действие со скобками, действие первой ступени, действие второй ступени. Согласно правилу, в первую очередь выполняется действие в скобках, то есть мы находим сумму 16 и 4. Затем выполняем действие первой ступени. Это деление и умножение слева направо в том порядке, в котором они записаны в выражение. То есть мы находим частное, и затем мы находим произведение. Четвертое действие у нас действие сложения. Значение этого произведения 35. Подводя итог сказанного, надо сказать, что прежде чем приступать к решению выражения, нужно хорошо рассмотреть это выражение, выяснить, есть ли в нем скобки, какие в нем имеются действия. Четко знать, что действия первой ступени умножения и деления выполняем в первую очередь. Действия второй ступени сложения и вычитания выполняем за ними. А сейчас домашнее задание. Учебник математики. Четвертый класс. Часть вторая. Страница 119. Обязательно прочитайте правила, которые я сегодня озвучивала на уроке несколько раз. На странице 83 есть номер 14. В этом номере нужно будет вам решить выражение по нашей сегодняшней теме. Ребята, помните, что порядок нужен везде. Порядок нужен в комнате. Порядок нужен в вашем портфеле. Порядок нужен при нахождении значений математических выражений. Успехов вам! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!